Всем привет! В этот раз нам достаются крутые и прикольные профессии. Это фотограф и повар. Да, и вот, Джим, давай в этот раз поваром буду я. Я хочу приготовить что-нибудь покушать и съесть. Ну ты не умеешь это делать, а я умею. Смотри, как бы, мне и так уже знакома работа про фотографа. А мне знакома повара. Ну ты уже работал там, а я нет. Ну давай тогда, как всегда, на суефа. Так будет по-честному. Сейчас, сейчас. А что ты поставишь? Чтобы я выиграл сразу. Я поставлю его на колосе. Ага, поверюте. Ну это... Короче, друзья, Альберт у нас будет фотографом. Я знаю уже, куда я пойду. Да, я буду поваром. Заведение я еще не выбрал. Ну я думаю, для себя уж я точно подберу какое-нибудь вкусное блюдо. Ты вообще надоел. Ты уже зрителям даже надоел. Ты постоянно общепит. Ладно, вот исключение у тебя было. Пахаваю. Я поржал, кстати. Пахаваю я. Опять я пахаваю. Все, погнали. Всем салют, дорогие друзья. Сегодня я работаю фотографом. Мы находимся возле фотостудии Небо. Мне кажется, что работа фотографа, она не так сложна. Так как я сам занимаюсь видеосъемкой. И весь этот монтаж, цитокор, это я все знаю. Мне кажется, фотографом работать то же самое. Давайте уже пройдем и узнаем, что кого. Чо, кого. Здорово. Привет. Мы с тобой договорились насчет работы. Да, я тебя ждал. Я хочу поработать с этим фотографом. Может можно ждать? Окей, замечательно. Да, давай поработаем с фотографом. Есть кого поход? Да, скоро придет как раз модель, и мы можем с ней начать работу. Все, просто. По счастливой случайности и по итогам суефа мне достается работа повара. Сегодня я нахожусь в кафе Сулейман. Кто не знает, она находится в здании центральной почты нашего города. Это на улице Баке-Ормачи, около мечети. Сегодня я буду работать поваром, как я уже сказал. И буду я готовить, наверное, самую популярную еду последнего времени. Но она как молодежная, так и взрослые ее любят. Друзья, это мощные, сочные бургеры. Наверное, все их любят, все хотят укушать их, хотят наслаждаться этим вкусом. Да, и вот хочется отметить, что вот здесь представлены все наименования бургеров. Разные названия. Чизбургер, башня Сююбике, пожарная часть, чак-чак. Кстати, друзья, такие татарские названия. Место Татарстан и Роллбургер. Друзья, хочется рассказать об одном важном моменте. Это то, что все бургеры, которые готовятся в кафе Сулейман, халяль. Вот, поэтому каждый из вас может их попробовать. Ну, а я предлагаю все-таки переместиться уже на кухню и начать этот процесс. Процесс начать готовить. Смотри, у нас вообще есть несколько локаций. Это у нас один зал, да, там еще есть второй зал, а там сейчас идет съемка. Вот, мы будем работать здесь. Здесь у нас есть циклорама, белая, просто белый ровный фон, на котором получаются такие журнальные фотки, да, которые были довольно-таки прикольно. Здесь более семейная локация, не знаю, может, мы ее тоже сегодня зацепим, более нежная. Есть там кроватка также для семейных съемок, где можно там посидеть, полежать, подушками там чуть подраться и так далее, да. Ну, и синий фон. Вот, в этом зале здесь все. Как происходит работа? Сейчас к нам приходит модель, смотрим, что у нее есть вообще, да, и прикидываем сразу, где мы с ней будем работать. Пойдем посмотрим нашу вторую локацию, то есть наш второй зал, да, он такой более яркий, более светлый. Здесь у нас, здесь также есть большие зеркала, у нас здесь иногда танцы различные, да, там девочки танцуют, учатся и так далее, в общем. В смысле танцы? Ну, у нас там, например, занимается модельная студия, именно, да, то есть это все. А, то есть вы как аренду ставите, да? Да, 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 да. Вот, второй зал. Предлагаю сейчас что? Встретить модель, посмотреть, что есть, поговорить с ней, и потом начать. А как с ней говорить? Ну, сейчас я тебе покажу. Это важный момент, то, что с моделем нужно наладить контакт, да, потому что люди фоткаются обычно в первый раз, они приходят, и им бывает ужасно неловко, там, когда направлено все внимание, там, на тебя, камера, да, они начинают зажиматься, да, вот это важно. То есть важно с ней подружиться именно на съемке или перед съемкой еще лучше. Ну, в общем-то, мы уже на кухне, практически готовы приготовить наивкуснейшие бургеры. Сегодня я вот в таком розовом одеянии. Как всегда, для меня не нашлось спецодежды, никогда нет нормальных размеров. Вот, стоит задуматься, наверное, да, стоит, наверное, уже похудеть в конце концов. Ну что ж, давайте начнем. Это отобег, и сегодня он научит нас готовить бургеры. Отобег, с чего вот начинается вообще? Не сперва начинаем делать котлеты из гавережьего мяса. Сначала надо сделать фарш, да, да, так сказать, самое вкусное, наверное, бургеры. Окей, перед тем, как начать работать, соответственно, конечно же, нужно надеть одноразовые перчатки. Вот, неотъемлемая часть кухни. И теперь уже можно приступать. Вы посмотрите, какой наисвежайший просто кусок говядины. Халя-ля-ля. Да, да, конечно, это самое главное. Это самое главное, смотрите. После того, как нарезали одинаковые кусочки, все это дело отправляется в мясорубку. Еще? Окей. Ты сам вообще что хочешь снимать? То есть, какой из видов съемок тебе больше нравится? Мне нравится так-то new. Мне нравятся эти фотографии, но я не знаю, как сказать, модельные. Ну, в общем, работать с моделью, скорее всего, индивидуальные, да, потому что семьи не всем бывает интересно, вот. Но я снимаю, все равно все, да, мне и семейные нравятся, и такие, такие, такие. Какие вообще вы катастрофики проводите? Ну, вообще, у нас есть семейные съемки, у нас есть индивидуальные съемки. Да, это когда девочка одна, ну, или вдвоем, например, да, там, две сестры или подружки просто, да. Есть love story, то есть, это история любви, так как, когда пара снимается, да. Тоже это очень интересно, очень классно можно поснимать. Свадебные съемки, естественно, заезжают довольно-таки часто. Ну, и детские, да, когда с маленькими ребятишками надо работать. Ну, у нас детские обычно берут отдельные фотографы, которые на этом специализируются, в общем. Ну, у меня будет, получается, индивидуально съемка. Да, у тебя, получается, будет индивидуальная съемка. Вот, девочка придет, и мы с ним будем работать. Ну, индивидуальная съемка, она же тоже как-то разделяется. Да, это дальнейшее дело такое разделение, вот, как ты сказал, я с ним, это когда девушка обнаженная ливелье. Есть, ну, просто, я не знаю, это как назвать, ну, ее назвать портретная съемка, да. Ну, то есть, просто девушка, разные образы и так далее, да. По сути, я не знаю, на что тут еще можно разбить, тут уже дело в каких-то ее образах, скорее, будет и все. Вот в индивидуальной съемке, которая у тебя будет, например, особо важен, ну, что, девочки все хотят быть красивыми, да, выглядеть кто-то там более нежный, кто-то более сексуальный, да, и ты должен это понять от модели, да, чего она конкретно хочет, вот, и свою съемку выстраивать так. То есть, первое, нужно наладить обязательно контакт, посмотреть на девушку, понять там, какие у нее там есть сильные стороны, что можно подчеркнуть, да, вот это все принять и уже начать с ней работу, вот, все это правильно демонстрирую и показываю, так, чтобы в итоге она была довольна своими фотографиями, своей фигурой, своим настроением и так далее. Нет, это все на самом деле не так сложно, ты сейчас сам все это увидишь и начнешь, наконец, свою работу фотографа. У фотосессии есть какая-то идея, да, я так понимаю, то есть, ну, ты заранее же как-то готовишься к этому? Да, смотри, вот я уже, то есть, сейчас все свои практические съемки снимаю так, что изначально, то есть, отталкиваемся от какой-то идеи, да, то есть, мы берем какую-то идею, ее развиваем дальше, готовим такую штуку, как референсы, да, референсы, то есть, это примеры фотографий, в каком духе мы будем работать и на что мы будем работать. То есть, это такое чуть-чуть как бы ловкое, можно назвать воровство интеллектуальное, да, но это неплохо, потому что на самом деле все вдохновляются, референсы используют вообще, то есть, абсолютно все, это нормально. То есть, чтобы вы четко знали, что мы будем делать, и модель себя тоже поняла, да, то есть, я их подготовил, я их скинул, наши модели, она сказала, что да, окей, это нравится, и в таком духе мы будем работать. Вот, ну, как согласно плану, да? Да, да, тут в этой съемке конкретно нет какой-то сильной идеи, да, но просто мы расписали, то есть, где, как мы будем работать, то есть, и что мы будем, условно, снимать. Все. Так, ну, ладно, модель уже должна сейчас подойти. Ждем. Окей, ждем. Ждем. И посмотрим, что у нас там делает джин. Чтобы сделать ровненькую котлету, кругленькую, нам понадобится вот такая замечательная штука, и вот такая вещь. Это вот так вот будет делаться. Мы, получается, кладем вот эту штуку, сюда вот такие вот шарики, лопинки, немножко полкой, и потом эту штуку. И у нас получается ровная котлета. Вот, Альберт, сегодня у нас модель Сабина, ей подарили подачный сертификат. Кто тебе, кстати, его кладил? Молодой человек. Замечательно. Вот, сертификат на съемку, и мы, собственно, будем сегодня съемку проводить. Так, еще раз. Альберт, Сабина, Сабина, почему? Альберт. Так, Сабин, ты не против, если с тобой сегодня Альберт поработать? Я буду следить и помогать просто. Нет, не против. Все, все, окей. Хорошо. Ну все, с моделью мы познакомились, да? Теперь, да, посмотрим. Просто скажи, что ты сегодня с собой взяла из одежды? Я с собой взяла то, что сейчас на мне. Два платья. А платье у тебя цвет, какой длина там? Одно коротко-черное платье, а второе идет черно-белое полоску. Длинное. Чуть длиннее колено. Хорошо. Вот тут ты уже должен на этом этапе представить, где ты, в каком стиле будешь работать. То есть, более коротко-черное, то там более сексуально, в этом можно в полоску, в которой можно отработать, допустим, более спокойно. Какой будем первый снимать? Давай, наверное, в черном платье сначала. Снимим с тобой. Все, супер. Сейчас у нас модель переодевается, а мы пойдем смотреть оборудование и то место, где мы будем это все снимать. Дайте. Смотри, мы будем использовать дополнительно светильное оборудование, да? Ну, вспышка, она просто называется по-русски, да? Это вот такая штука. Почему? Потому что сейчас на улице уже темно, да, а света нет. А вот эти лампы, они как бы светят не очень, да, дают некрасивый свет. Поэтому вот для этого, собственно, вот эти вот вспышки и созданы. Снимать не будем на... Да, снимать я хочу на циклораме. Это моя такая тема, потому что я не люблю особо индивидуальные съемки снимать на всяких там каких-то, ну, не знаю, более нежных локациях, на диванчиках и так далее. Ну, конечно, я тоже делаю, но моя стезя – это, собственно, циклорама, где просто белый фон. И все, внимание на нем идет на модель. То есть это очень круто, это мне нравится. Так, сейчас я тебе покажу, как им управлять, куда тыкать, как настраивать и так далее. И ты будешь сам рулить съемкой. Есть такие вот штуки, иногда это синхронизаторы. Я не знаю, как управлять и работать. Так, синхронизатор, смотри, вставляется сверху. Упора. Все, теперь он стоит здесь. Вспышка будет срабатывать. Да, вспышка будет срабатывать, мы потом с тобой это тоже посмотрим. Если у тебя будет сомный кадр, ты можешь или вспышкой его сделать светлее, или здесь с помощью настройки саппарата. Это тебе ясно? Не облажаешься? Да, что-то… Не знаю. А вот это для модели, да? Я думал, поугараться с этой шпикой. Чтобы расслабить. Да, если модель, да, нет, ну ладно, если она маленькая, просто ей 2 годика, и она вот так вот мотает головой, то вы можете держать эту игрушку рядом с объективом, чтобы она палила ему. Ммм, ничего себе прикольно. Ох, блин, каш, вообще. Интересно, где там Джин, и что он там делает? Я как будто валяюсь. Все на крыту. Так, мясо у нас готово, котлеты мы сделали, и мы с вами выбрали сегодня готовить 2 бургера. Это название у них «Мистер Тарстан» и «Чак-чак». Кстати, у меня сегодня будет уникальная возможность попробовать «Мистер Тарстан» на вкус. Да-да-да. А кто-нибудь из вас пробовал «Мистер Тарстан»? А я попробую. Кстати, у вас тоже есть такая возможность, приходите в кафе «Сулейман». Итак, булки, да? Неотъемлемая часть бургеров – это булки. Где вы их берете, покупаете, раскроете себе? Булки мы сами приготовим. Это картофельные булочки. Специально в нашем рецепте. Картофельные? Да. А секрет? Ну, это фирменные. Ага. Ну, я хотел узнать секретик фирменных булочек. Итак, что мы с ними делаем? Мы... Режем булки. Ну, как обычно. На два часа, да. Ага. Так, сейчас, получается, мы эти булки обжариваем. Все правильно? Да-да. Угу. Так, давайте. Сюда. Вот сюда. Так, булочки мы положили, поджариваются. И сразу поджим конкретно, да? Да. Угу. Так. А сейчас кладем сыр, да? Он уже почти на готовую котлету. Это что за сыр? Это чеддер, а я там отцелил. Ага. Чеддер. Как же этот, вставать, там, как фотография, я не знаю. Он же там как-то двигается. Так. Ого. Так, ну что, Савина, начнем. Выйди на меня сначала чуть. Ты будешь стоять вот здесь вот, где-то вот здесь. Да, примерно. Направим свет примерно на модель. Ну, давай, честь сделать первый кадр у тебя. Бери. Ты, Савин, пока просто стоишь. Мы пока ставим свет, ты можешь стоять, улыбаться. Улыбаться. Так, все он включен, да? Он включен, и должно быть все окей. Я же так должен смотреть. Я не знаю. Мне еще надо как-то встать. Это же от твоего видения зависит. Столько фотографов. Так, ладно, окей. Окей, вспышка была. Ууу, смотри. Первый кадр, шедевр. Посмотрите, это все честно. Вы все видели сами. Так, ладно, окей, хорошо. Да, я специально перекинул на ЧБ, чтобы видеть именно саму суть картинки. Потом при отработке она все равно будет цветной. Да, вот так, да, да. Вот так? Да, да. Нормально. Ну как ты, удобно, так и держи. Это уже мелочи. Альберт, тебе сейчас модель жутко стесняется, да? Ты должен что-то с этим сделать. Сабина, смотри, теперь вот цена вот. Так, Сабина, фоткаемся на паспорт. А если твои модели не нужны, фотка на паспорт? Альберт, дальше идет позирование. И ты сейчас должен показать модели, как ей встать, так, чтобы было красиво. Ну, попробуй просто показать модели. Ну так. Ну, давай, давай, показывай эту модель. Так, стой. Я, пожалуй, все, уйду. И ты сейчас будешь... Будешь... Домогреться. Так? Я... Я немножко качаюсь, как бы, этот... Ну, смотри, ну, по-моему, по-моему. Поиграй с вас, Альберт. Хорошо. Так, да, нормально, окей. Вот так, Нина, да. Я не знаю, как это делаем с вами. Смотри, видишь, у тебя модель, видишь, смущается, да? Вот ты ладейте, маме, ты не должен их проглатывать, ты должен заметить это, да? Расслабься, успокойся, все нормально, да, то есть тебя фотограф снимает. Вот так вот делать вообще нельзя. Типа, смотреть в кадр, а потом, типа, блин, опять хрень вышла. Ты какой творишь? Скажи мне хотя бы одну фотографию, мне станет немножко легче. Альберт, сейчас запусти всю съемку просто. Я смешная. Ну, ладно, это уже неплохо. Капец, это тяжело стоит. А мне так что ли это стоит? Да, ты должен снимать с середины снимаемого объекта, то есть не сверху, да, примерно вот так. А еще лучше можно прям сесть. Я часто беру, короче, давай вот сядем, и вот так вот садишься просто и снимаешь примерно вот так. Давайте посмотрим, как работают профессионалы. Как? Как? Ну, это просто у нас может быть все. Ну, все, этот мы отсняли образ, теперь, Эльберт, ты такой, типа, все, хватит, да, давай попробуем в другую локацию, попробуем переодеть. Попробуем в другую локацию и попробуем что-то другое. Валеря расслабила, все классно. Да, сейчас, ну, говори, что ты знаешь, что есть в модели? Говори, что ей надеть. Да, да, сейчас я ему передам. Ну, одень то, что у тебя есть. Что у нее есть? Ты ее слушал, когда она говорила про это, нет? А ты должен, ну, должен представить, что ты будешь снимать. Сергей, вот ты заметил, да, то, что, как бы, я потерялся, я не знал, как ловить кадр, как вообще работать с моделью. У вас, насколько я знаю, проводятся какие-то курсы, да, школы? Да, у нас есть специальная школа фотографий, да, то есть есть как для взрослых, так и для детей. Сейчас все для взрослых, где мы как раз, собственно, этому и учим. Там абсолютно полный курс, начиная от настроек фотоаппарата, то, что мы с тобой делали там в первые, там, минуту, да, твоей съемки. Вот, так и оканчивая полной работе с моделью, вот эта психология, поза, вот все эти нюансы, мы там проходим. И люди, окончив школу, уже, то есть сами большинство начинают снимать, начинают фотографировать, и у них очень неплохо получается. Вот в который раз уже Джину везет то, что он попадает на общий пик, а мне приходится удовольствоваться пластиковой едой. Ну, хотя он на правильном питании. Интересно, как он там. Булки у нас готовы, котлеты на подходе, начинаем собирать бургеры. Итак, это будет один, и это второй. У нас есть поджаренные булочки. У нас фирменный соус. Так вкусно пахнет прям. Итак, фирменный соус. Да. Вы, наверное, не расскажете, что там. Да, да, правильно. Я хотел сегодня узнать все секреты, а у меня не получается просто. Не говорят, как готовят булки, из чего. Не говорят, из чего соус. Но точно знаю, что здесь есть какие-то специи, да? Да, да. Я угадал. Дальше получается, мы на булочку кладем наши котлеты. Один с сыром моцарелла, другой с сыром ччердер. 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 Пополам чтить. Ччердер. А, ну четыре. Так. Угу. Чудар, да? Интересный подход. Идет дальше у нас котлета. С сыром это ччердер. Так, дальше у нас что идет помидор? это у нас что это какой бургер это у нас мисс Татарстан это башня Сюмбике соответственно точно мы же готовим чак-чак а я хотел мисс Сюмбике мисс Татарстан попробуйте мы же готовим чак чак а мы в итоге чак чак готовим и ваше мы готовим чак чак все таки я мист Толстан попробую сегодня я реально запутался в названиях ну ладно сегодня итак это мисс Татарстан это чак чак все круто здорово сейчас мы на мист Толстан кладем обжаренный ананас, друзья. Бургеры практически готовы, получается, да? Нужно их просто закрыть, да? И так-так. Вы посмотрите, смотрите, какая консистенция. Смотрите, соус, котлетка, ананас жареный. Я первый раз, на самом деле, вижу вот такое сочетание. Но это круто, это прикольно. Мне кажется, этот бургер достойно уважения. Чак-чак, как сказать, с нотками сладости, да? Здесь миста Тарстана, это такой утонченный бургер, такой красивый, в общем-то, и вкусный. Наверное, как миста Тарстан, не знаю, я не пробовал. Ну что-то, круто. Спасибо огромное. Научил готовить бургеры. Не раскрыл, конечно, секретов приготовления, да, соуса именно, булочки. Но, по крайней мере, я теперь знаю, как можно готовить оригинальные бургеры, да? Не просто котлета и, как у нас это принято, огурцы-помидоры. Вот есть какая-то оригинальность бургера. Огромное спасибо тебе. Я не могу определиться. Просто они оба такие вкусные, а мне нельзя. Но я не могу сдержаться. Честное слово, простите меня, пожалуйста. Иди ко мне, мисс Татарстан. Очень вкусно, друзья. Все, я не могу остановиться, друзья. Все, убили камеру, да, поесть нормально. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Я не говорил, не буду есть. Я не ел. Я попробовал. Друзья, всем спасибо большое, что разделили со мной этот вкус. Приходите в кафе Сулейман. Здесь реально очень вкусные бургеры. Кстати, не только бургеры. Тут очень много, очень много вкусной еды. Я твой попробую. На бананку. Проходи, садись. Покажи, как. Нет, нет, пока просто на пол. Покажи, как она может здесь. Вот так вот проходишь. Вот так садишься. Сама грация. Ну, в принципе, ну неплохо. Да, смотрю, модель сейчас сидит, да, поэтому нам свет нужно тоже опустить, чтобы он был, по слову, на ее уровне где-то. То есть вот так вот мы ее опускаем. Так, я тоже садишься. Да, ты, естественно, тоже садишься сидя. Мне нравится! Кто? Кто фотограф? Фотографа! Я хороший фотограф? У меня замечательный фотограф. Блин, мне так красиво еще никогда не брали. Ну что, все, по сути, мы все отсняли. На этом, пожалуй, можем заканчивать. Ты довольна? Да. Супер все? Ничего. Ничего, ничего. Все нормально. Нет, что же мне нравится? Итак, Сергей, вот прошла фотосессия. У нас есть материал. Что дальше с ним делать? Дальше этот материал отбирается. Да, то есть мы настояли там около 250 кадров в сумме со всей съемки, со всех локаций. Нужно ее с помощью специальных программ отобрать. Да, то есть, условно, в этом пакете у нее там не менее 50 фотографий. То есть, минимум 50 штук нужно будет отобрать. И дальше уже пустить их в обработку, да. То есть, сейчас мы получили на месте сырой такой довольно-таки материал. То есть, он не очень красиво выглядит, да. Это специально сделано для того, чтобы мы его могли потом красиво обрабатывать уже. То есть, там программы все это обрабатывается по цвету, цвету, приводится в порядок. Также идет ретушь. То есть, здесь у модели есть какие-то маленькие недостатки, да, там, ну, какие-то недостатки кожи, там, прыщики. И вот после этого, то есть, все кадры они таким образом причесываются, приводятся в порядок. И, собственно, уже все потом отдаются счастливые наши модели сегодня. Как вообще я себя сегодня показал, как в роли фотографа, какие недочеты, минусы? Ну, я тебе могу сказать то, что сначала ты сильно тормозил на этапе того, действительно, как поставить модели, как с ней даже общаться вообще, да. То есть, вот была эта неловкость, чуть какая-то, да, и в плане пост, и чуть смазанно проходил начало. Но потом все раскачалось, модель успокоилась сначала позировать. У тебя уже какие-то там быстрые скиллы появились, как можно модель поставить. И ты начал, в принципе, уже работать, в конце сталкиваешься. То есть, тебе еще несколько тренировок не сможешь, в принципе, снимать, снимать. Ну, посмотрим, если вдруг что-то меня как-то так принесет. Девочки, обращайтесь. Я буду иметь в виду то, что можно пойти в фотостудию Неба и поснимать. Ну что, вот и все. Рабочий день мой закончился. Очень интересная профессия фотографа. Очень многое нужно знать. Вот все эти кадры, раскадровка, референсы, ретуши и так далее. В общем, проще работать мне, оператором дальше, как говорится. Но мне понравилось. Безусловно, это очень круто. И спасибо фотостудии Неба за то, что позволили поработать здесь. Я надеюсь, что вам это понравилось. У меня для вас сюрприз. Фотостудия Неба совместно с каналом Chigir Out дарит вам 10% скидку на фотосессии. Все, что вам нужно будет сделать, это прийти сюда в фотостудию Неба и назвать промокод Chigir Out Suifa. Все. И 10% на фотосессию вашу. Ну и на этом все. Все, я отправляюсь на встречу с Джином и узнаем у него, как прошел вообще день и чем он там занимался и попробовал ли он свой бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Ну что, признавайся, жрал бургеры? Нет. Жрал, жрал, по-моему, уже. Да-да-да. Я так не думал, блин. Да блин, они знаешь, какие сочные, мощные получились. Я рецепты новые узнал, вообще. Да, блин. Крутяк, ну с пользой, короче. Я с пользой поработал на самом деле, прикольно. Научился котлетки делать, там все дела. А ты что, как? Я вообще охренел, если честно. Это, ну, реально тяжело. Ну, фоткишь, фоткишь. Нет, надо правильно ракурс, стоечка фотографа, ретуширование, там столько всего. Всяких нюансов, это просто капец. Это реально очень тяжело. Ну, в общем-то, я думаю, что мы справились со своей работой. Я надеемся, вам понравилось. Да, поэтому ставьте лайтики. Лайтики. Лайтики, лайтики, лайтики маленькие. Рассказывайте друзьям, пишите комментарии. Пишите в комментариях профессии, в которых хотели бы видеть нас. Да, в общем-то, друзья, огромное спасибо еще группе Нижнеканской ВКонтакте, которая размещает наше видео, и вы можете его просматривать и смотреть, и узнавать о новых профессиях, и как они вообще делают. Да, и спасибо нашим операторам, которые нас всегда выручают. Вот, Артем Рябову, вот. И Алексей Каньеву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!